Похитили человека на его же автомобиле. Столичные полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины. По данным следствия, четверо преступников увезли жертву за город и требовали у родственников выкуп в сумме 5 миллионов рублей за освобождение. Подробнее в сюжете Патимат Ханапова. Я выезжал на работу со своего двора. Когда залезал на машину, ко мне подселили трое у меня незнакомых мужчин. И они с двух сторон начали бить меня. Прямо на улице в центре города к мужчине подошли неизвестные. Угрожая оружием, затолкнули в собственный же автомобиль. Увезли за город, где начали наносить пострадавшему увечья. Они начали меня бить вдвоем ножом. И потом завязали руки и ноги. На пол, двухсотки положили на пол и начали ногами пинать по голове. За освобождение преступники начали требовать выкуп по снословную сумму в размере 5 миллионов рублей. Мужчине оставалось только согласиться. От него же поступали звонки телефонные от потерпевшего самого же в адрес родственников и с просьбой найти определенную денежную сумму для того, чтобы решить какие-то проблемы. Саму сущность проблемы не высказывался. Явно по голосу родственники поняли, что идет вымогательство, так как не имея никаких долговых иных обязательств перед кем-либо, он просто просил найти срочно. Во время придачи части денег двое из похитителей были задержаны. Ими оказались жители столицы. Один из них ранее судим за грабеж. Мы посадили его в машину и вывезли за город. Я в этом не участвовал, я остался в городе и я должен был бы деньги привезти. Какие деньги? Которые мне дадут в машину, я должен был бы деньги привезти. Вы решили, куда вы выйдете? В сторону Навалако, туда куда-то, тащит поселок. Задержали вас где? Меня дома. Вы свою войну признаете? Да. В похищении подозреваются еще двое молодых людей. Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по их задержанию. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательных подозреваемых. Принимаются меры по установлению местонахождений и задержанию еще двух соучастников данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.